В Кыргызстане нашли тезку бывшего американского президента Барака Обамы. Ему 8 лет. Обама Тензибаев учится во втором классе и пишет письма политику, в честь которого его назвали родители. Впрочем, в России тоже много тезок знаменитостей. Мы решили найти сибиряков, которых зовут так же, как и звезд отечественного шоу-бизнеса. Как живется омскому Игорю Николаеву и что можно купить и Виктор Ацой, расскажет Юлия Боброва. А мич Игорь Николаев петь не любит, усы не носит и на рояле не играет. Он рисует. Игорь художник, а со звездой его сравнивают еще со школьной скамьи. Тогда, в 90-е годы, певец Игорь Николаев был на пике популярности, но не у одноклассников. Учительницы не могли поставить двойку кумиру. А единственное влияние знаменитого тезки на творчество омича он свои картины подписывает только инициалами. В художественной среде, чем индивидуальнее ты, как человек, как художник, тем лучше. То есть, все-таки, чтобы меня ни с кем не сравнили, а чтобы я был такой один. И что вот мои работы, они такие эксклюзивные. Вообще, это иногда помогает просто построить коммуникации. То есть, обычно же незнакомый человек, я, допустим, обращаюсь к кому-то, и когда они узнают, что я Игорь Николаев, они, во-первых, лучше меня запоминают, а во-вторых, я уже не совсем чужой для них, потому что они уже знают этого певца, композитора. У кемеровчанина Виктора Цоя профессия далеко не творческая. Он продает строительные материалы. И имя в работе помогает, говорит тезка лидера группы кино. Ведь не каждый день вам продает кирпичи культовый рокер. В честь популярного рок-музыканта Виктора назвала мама фанатка группы кино. Обычно, когда идем в компании в караоке, да, естественно, это первые пару песен, мои любимые, это «Перемен», «Кукушка», друзья все время прикалываются. То есть начинаются крики, оры, сейчас Цой будет петь Цоя. Я вырос на этих песнях. У меня что, мать фанатка, что, так сказать, по генам это передалось очень сильно. Цою слушаю, Агату Кристи очень сильно нравится. А вот Томичу Андрею Панину имя выбрали не специально. О том, что у него есть известный тезка, Андрею знал только, когда пришел в кинотеатр на премьеру фильма. Лет 5-7 назад я знал, я видел фильмы с его участием, в чем первый фильм «Сволочи». Я видел достаточно давно, еще в кинотеатрах, когда он шел, и фильм мне очень понравился. Я сам из творческой семьи, я сам в свое время занимался актерским мастерством. А позже оказалось, что у брата Андрея тоже есть тезка Алексей Панин. Но окружающие на это внимание обращают редко. Тем лучше, говорит Андрей. Успеха лучше добиваться самому, а не благодаря озвученному имени. Юлия Боброва, Светлана Еловнарова, Алина Штарк, Остап Григорианц. Новости здесь, Омск.